МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире программа «Цифры». Новогодние застолья позади, и праздничное настроение переходит в очередную борьбу за право жить по-человечески. Да за свои же деньги. Мусорная реформа началась с сотен звонков о горах невывезенного мусора. Только за 1 января поступила 81 жалоба от жителей Самары. Переход на новую систему обращения с твердыми коммунальными отходами, ТКО, проходит болезненно. Многие самарцы столкнулись с переполненными мусорными контейнерами. Соцсети запестрели фотографиями новых городских свалок. Люди вынуждены буквально запихивать пакеты с отходами, чтобы они не вывалились из контейнера. Конечно, есть места, где все оперативно вывезли. Причем забрали даже крупногабаритный мусор. Порядок и чистота. Но единый мусорный оператор «Экостройресурс» признался, возникли проблемы с вывозом мусора с 80 контейнерных площадок. И пообещал работу наладить в течение января. Как сообщают СМИ, автопарк всех задействованных компаний насчитывает более 300 мусоровозов. И спецмашинам в их работе якобы мешают снег и припаркованные автомобили. Добросовестные управляющие компанию в таких случаях оперативно расчищают проезд. Но, к сожалению, добросовестными можно назвать не всех. Кстати, меня удивляет вот эта упертость властей. Всякую реформу проводить с 1 января. Именно в самую снежную пору, когда подъехать к контейнерной площадке, уже труд. Почему нельзя было сделать переход на новый порядок, например, с 1 июля? Почему самарские чиновники не договорились о переносе этой навязанной реформы хоть на какой-то период, чтобы лучше подготовиться? Впрочем, русский мороз, как бывало уже не раз, вновь на нашей стороне. А то вон в южном городе Керчь на мусорных кучах уже замечены стаи крыс. Так и до эпидемии недалеко. А вы, кстати, январские счета за ЖКХ уже получили. Новый тариф за вылаз мусора в Самаре с января 2019 года следующий. Стоимость одного кубометра 598 рублей 16 копеек. Норматив 19 сотых кубометр на квадратный метр жилья. Подорожание существенное. Где-то в два, а где-то и в четыре раза. Общая сумма таких сборов в Самарской области составит около 60 миллиардов. Это почти в полтора раза больше, чем город потратил на Мундиаль. И это огромные деньги. И они, замечу, пойдут в карман частнику-монополисту. А что это значит? А то, что в прошлом конкуренция все же была. И мы хоть и с большим трудом, но могли поменять управляющую компанию, которая, например, плохо увозила мусор. А сейчас регионального оператора по обращению с твердыми коммунальными отходами нам выбрали чиновники. И выбрали на целых 9 лет. А там, где нет конкуренции, цены растут вообще-то очень быстро. Никто не спорит с тем, что экологические проблемы нужно решать. И откладывать реформирование отрасли нельзя. Но возникает вопрос, какую цену заплатим мы, граждане. Особенно, когда наши реальные доходы сокращаются 4 года подряд. В конечном итоге, боюсь, в один прекрасный момент, региональные операторы по всей России потребуют недостающие деньги из бюджета региона и страны. Напомню, что в Подмосковье мусором занимается, например, сын генпрокурора Чайки. И чтобы не обижать дружественный бизнес и не повышать нагрузку на граждан, деньги выделят. Но тогда возникают серьезные вопросы к разработчикам реформы. Ведь она была призвана повысить эффективность отрасли, сделать ее бездефицитной, повысить качество услуг для людей. А совсем не наоборот. А пока страдаем мы, горожане, которые сейчас должны терпеть горы мусора около домов и сотнями обращений по телефону и в Твиттере требуют, чтобы этот мусор убрали. Конечно, пока еще рано подводить итоги. Но очень не хотелось бы, чтобы мусорная реформа оказалась таким же фейком, как и фонд уже пресловутого капитального ремонта. Это была программа «Цифры» и я, Андрей Асташкин. Увидимся. Продолжение следует...